Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о некоторых проблемах полива растений. Хорошо, если вам доступна вода хорошего качества, с не очень высоким содержанием соли и жесткости, с хорошим минеральным составом. Это чистое, все очень хорошо. Но, к сожалению, многие наши зрители сталкиваются с тем, что вода в их водопроводе не самая качественная. Две главные большие проблемы поливной воды, да собственной воды для питья, это высокая концентрация солей жесткости и высокая концентрация солей железа. Конечно, современные города и населенные пункты обеспечены настоящим хорошим водоснабжением. Стоят станции без железня, там, где это необходимо. Но, к сожалению, эта цивилизация добралась еще не во все уголки нашей планеты. Поэтому мы и наблюдаем, что из крана течет вот какая-то подобная на вот такую вот воду. Что же с этим делать? Опасно ли это для полива растений и как снизить возможные риски? Давайте начнем с солей жесткости. Соли жесткости – это гидрокарбонаты, кальция и магния. Они всегда присутствуют в природной воде. Они являются растворимыми. Вода в этом случае является хорошим источником кальция и магния для нашего организма. Меня всегда веселит, когда, ну так, в кавычках веселит, когда по телевизору рекламируют какие-нибудь препараты, там, магний-Б6, еще что-то в этом роде. Если нормальный, адекватный человек пьет недистиллированную воду, в этом случае дефицит по магнию у него, да еще если он ест растительную пищу, хлеб грубого помола, много зелени, овощей, фруктов, у него дефицита по магнию быть не может в принципе никогда и ни при каких обстоятельствах. Да, собственно говоря, это же можно сказать и о кальции. Когда мы начинаем кипятить воду, гидрокарбонаты под действием высокой температуры превращаются в карбонаты и оседают на стенках чайника, там, на кипятильнике, на спирали, на диске в чайнике еще где-то. Мы их растворяем кислотой. Насколько это опасно для растений? Если вы замечаете, что на даче у вас очень быстро кипятильник, чайник зарастает накипью, но у вас обыкновенная почва, то есть обыкновенная это не меловая, не известковая, то есть это не означает, что вы воткнули штык лопаты, на пол штыка у вас грунт, а все остальное это у вас белый как мел, да, какие-то известковые почвы, или сами по себе почвы с высоким содержанием кальция, то никакой опасности для растений, для полива это не представляет. Вы просто не в состоянии будете за свою жизнь засолить солями кальция и магния почву до уровня какой-то опасности для растений. Это невозможно. Вы скорее засолите ее натрием, если будете использовать соль и соду в огороде, по примеру и советам некоторых блогеров. А кальция и магния в этом смысле являются безопасными. Более того, многие растения, такие как томат, перец, баклажан, капуста, тыквины и многие другие, выносят из почвы значительное количество кальция и магния. Именно поэтому при регулярном возделывании растений, не реже, чем раз в 5 лет, необходимо вносить эти элементы в виде золы, в виде доломитовой муки или вносить их ежедневно в умеренных небольших дозах. Ну что такое умеренная небольшая доза? Примерно 1-2 столовые ложки на квадратный метр. Это будет хорошей ежегодной подкормкой кальцием и магнием. Если раз в 5 лет, в этом случае стакан на квадратный метр. Это что касается доломитовой муки, а золы примерно полкило. Поэтому не переживайте за избыток кальция и магния, то есть вот этих солей жесткости в вашей воде. Есть, однако, при всем том, один нюанс, который в том числе связан с избытком железа. Сейчас я вам о нем расскажу. Избыток железа является гораздо большей проблемой, нежели чем кальциевых и магниевых солей. Почему? К сожалению, железо очень сильно связывает фосфор. Вот фосфорные удобрения, будь то калий-монофосфат или суперфосфат, при том, что вы начинаете поливать вот такой вот водой, в этом случае у вас вот это железо, соединение железа, которое находится в воде, начинают активно связывать фосфаты. Фосфаты становятся недоступными для растений, и растения испытывают фосфатное голодание. Если вы переживаете, что растения могут отравиться избыточным количеством железа в водопроводной воде, то этого не произойдет. Но при всем том, необходимо помнить, что если ваша вода богата железом, в этом случае вы должны предпринимать некоторые меры. Первое, что можно сделать, это отстаивать такую воду. В процессе отстаивания, вот как здесь у меня видно, соединения железа переокисляются при контакте с кислородом воздуха. И вот даже у меня эта банка, она была буквально за 5 минут до начала съемки ролика, приготовлена, в ней уже появилась муть, это был изначальный такой практически бесцветный раствор железного купороса, но он переокислился, двухвалентное железо превратилось во вредное трехвалентное, и уже всякие там соединения, в том числе окислы, начали выпадать в осадок. То есть нужно, если у вас идет полив рассады, просто отстоять эту воду. Отстаивается она полностью за двое-трое суток. Конечно, полностью от железа вы не избавитесь, но концентрация этого железа в воде будет гораздо-гораздо-гораздо ниже. Потом иногда бывает даже трудно отодрать от стенок посуды эти вот какие-то соединения железа, которые здесь выпали в осадок и прикорели намертво уже к этой посуде. То есть, если вам необходим небольшой объем воды, вы эту воду, пожалуйста, отстаивайте. У вас тут появятся хлопья такие, вот вы их не сливаете, а используйте нормальную воду. И второй вариант – это внесение дополнительных доз фосфорных удобрений для компенсации того количества, которое будет связываться в виде фосфата железа, в виде нерастворимых солей и накапливаться в почве. Если вы выращиваете рассаду, ничего страшного. Впоследствии, после того, как вы пересадите ваши растения в грунт, этот фосфат железа начнет растворяться почвенными бактериями, мы о ней говорили и не раз, и станет прекрасным дополнением, прекрасной подкормкой для ваших растений, как в отношении фосфора, так и в отношении железа. Если же вы поливаете вот такой водой огородные растения уже в открытом или закрытом грунте защищенном, то просто немного, процентов на 10-15, увеличивайте дозы фосфорных удобрений для того, чтобы быть уверенным, что в компенсацию внесения дополнительного количества с каждой поливной водой вот этих вот соединений железа, что связывание фосфора не вызовет фосфорного голодания у ваших растений. Это же самое касается и жесткой воды, потому что фосфаты удобрений могут взаимодействовать с кальциевыми магниевыми солями и также выпадать в осадок. Поэтому, если вода у вас слишком жесткая, на 10-15% увеличьте дозы вносимых фосфорных минеральных удобрений. И в одном, и во втором случае с кальцием и магнием необходимо стимулировать и вносить повышенное количество органического вещества в виде компоста, в виде навоза, в виде помета, в виде зеленого удобрения, в виде каких-то хлебных настоев, в виде еще там чего угодно в почву. Это будет стимулировать развитие почвенной микрофлоры, которая будет естественным образом превращать все эти соли в растворимые формы. С осадками эти растворимые формы будут вымываться все, что не потребилось растениями в незлежащие горизонты. Соответственно, почва будет самоочищаться. Таким образом, ни обилие железа, ни обилие солей жесткости не приносят существенного вреда вашим растениям. Риски касаются исключительно проблем с связыванием фосфатов. В этой связи увеличенные дозы позволят вам скомпенсировать этот процесс. А использование органических удобрений позволит вам превращать избытки этих удобрений естественным и мягким способом в растворимую форму. И избытки могут вымываться дождями. А дождь – это, в общем-то, практически дистиллированная вода. Вот такие у меня для вас в этой связи есть советы. На этом я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал. Не пропускайте наши выпуски. Всего хорошего. А для тех, кто досмотрел нас до конца, я скажу, что фосфат железа, который может образовываться, если поверхностно вносить суперфосфат по почве и сверху поливать водой, богатой железом, фосфат железа является сильнейшим моллюскицидом и может помочь нам даже в борьбе со слизнями. Поэтому не бойтесь ржавой воды. Не бойтесь вот такой вот воды для полива ваших огородных растений. Используйте этот полив совместно с внесением фосфорных удобрений, и все у вас будет очень хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!